Я уже спать и ложись. Давай ложись. Собирай глазки. У меня здесь, в темноте. Не видно. Все, спи мой сладкий. Лерка уроки делает. Лерка делает уроки. У нас сегодня хороший день был. У нас Егор не скандалил. Но что-то с ним опять, ведь он случилось. И он начинает каплизы. Скорее всего, он окручивает себя. Сейчас я попробую потихонечку поснимать так, чтобы он этого не понимал, что я снимаю. Лерка, за чаем сходишь? Иду домой. Егорка, ложись, Егор. Все, Снежок, засыпай. Спокойной ночи. Егор улег? Улегся? Носочек. Изнанку вывернутый. Рукой, наверное, я сейчас не выверну. В общем, носочек. Вот такой маленький совсем. Для маловесных деток. Один пока только. Я не знаю, сейчас здесь слышно, не слышно. В общем, я его уже, наверное, полчаса уговариваю, чтобы он в баечки улегся. Вот. Егор, давай, девочки уже спят. Слышишь, мой хороший? Давай, ложись, закрывай глазки. Почему ты не можешь? А кто тебе не разрешает? Я тебе не разрешаю засыпать? Это как это? Вот он весь вечер сидит. То, значит, у него не стал, не все, начал опять криковать. Не надо меня обзывать, не надо меня обзывать. В комнате никого нет, кроме него. Кто его обзывает, непонятно. Теперь, оказывается, я ему не разрешаю засыпать. Егор, а ты на диванчик улегся? А, Егор? Нет, на пол. А почему ты на полу? А, сынуль, ты чего на пол-то улегся? Давай на диванчик. На полу не спят. Давай на диванчик. На подушечку голову положи и спать. И спать. А то, как я тебя завтра будить буду утром. Ты плохо встанешь. Снежан, там из комнаты. Спокойной ночи, Снежа. Закрывай глазки. Спи. Уже полчаса назад со всеми поцеловались, все улеглись. И вот он опять разбудил Снежанку. Егор, давай, ложись. Перестань там стучать. Давай поднимайся. Я специально в комнату не иду, чтобы не смущать его в канал. Потому что, когда я начинаю снимать, он ведет себя совсем по-другому. Егор, давай ложись на диванчик, Егор. Спокойной ночи? Да. Не будешь больше разговаривать? А Егор? Да. Вот так и есть вечер. Егор, ну что за крики опять? Ты сейчас разбудишь, девочек? Давай ложись. Мы его сегодня в парикмахерскую водили. Нет, не водили. Как-то не водили. Мама, там нормально поехали. Вот, все слышит. Все слышит, что я говорю. В общем, его красиво подстригли. У нас теперь такой красивый. Я не красивый. Вот опять мама не то говорит. Егор, ты мне мешаешь, я сама с собой разговариваю. Не вмешивайся. Я же не мешаю тебе, когда ты сам с собой разговариваешь. Вот это ты мне не мешай. В общем, вместо того, чтобы на кроват, ну, на диванчик лежит, вот он улегся на полу, ползает по нему, как швабра. Я слышно, не слышно. Но возня, конечно, такая громкая. А тебя кто-то противным назвал? Да, противным. А с чего ты взял, что ты противный? М? Кто тебе такой сказал? Или ты сам себя обзываешь? Нет. А кто тебя обзывает? Ну-ка, скажи мне кто. А? Да. Не слышу. Да. Чего да? Кто тебя обзывает? Нет. Ты? Нет. А кто? Нет. В общем, я не знаю, что с ним такое. Какое-то раздвоение личности. Сам себя обзывает и сам на себя обижается. Ну, я, конечно, не психолог и не психиатр. Уж понятно. Но я думаю, что он пытается себя раскрутить на истерику. Чтобы проораться как следует. Когда у него вот эта истерика очень сильная, он кричит до такой степени, что даже вот весь прям потный становится, потеет весь. У него, с него прям ручьем течет. И вот после этого он как становится как мякиш. И засыпает, и успокаивается. Егор, я с собой разговариваю. Я же к тебе не хожу. Иди ложись. Вот. То ли у него какое-то вот... То ли у него цепенение какое-то, то ли... Я не знаю, вот это вот... Как это все объяснить? Но ему нужно это все с себя, вот этот негатив, себя как-то снять. Единственный способ ему доступный, это вот эти истерики и крики. Вот. Конечно, всем остальным это не нравится. Ну, я не знаю. Вот в нашем городе приемные не очень-то делятся тем, что у них и как. Больше информации я черпаю, как говорится, на просторах интернета, общаясь с другими приемными из других городов. Они честно рассказывают. И у них тоже бывают такие вот ситуации. Еще и похлеще наших. Да, но я всегда не поставил. Все. Пошли в новое русло. Ладно, смысл уже так много снимать, нет? Это все по кругу. Сейчас опять начнется я не дебил. Какие слова он приносит из садика. Я прям в шоке. Дебил. Я дебил! Вот, вот. Ну, это у меня, может, еще услышит. Я дебил! Нет. А кто тебя называет дебилом? А что это за слово вообще такое, Егор? Я не дебил. Понятно, что нет у нас. Таких нет. В общем, много он слов из этого садика принес. У меня девчонки вот в 46-й ходят. И он, и он раньше с ними ходил. Не было такого. Девочки тоже. Вот смотрите, что делают. Я с Васей ходил в садик. Конечно, ты с Васей ходил. Да, я и говорю, что когда ты ходил в 46-й садик, ты таких слов не приносил. А теперь ты такие слова приносишь. Ой, мама даже за голову берется. А кто у Вас так ругается в садике, Егорка? Ну, я. А? Я. Ты ругаешься? Ты разве ругаться умеешь? Да. Нет. А кто у Вас ругается в группе? Я. Все. Пойду еще раз с ним поговорю. Иначе он девчонок нас разбудит. Спасибо за субтитры Québec. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...